Сезон большой заготовки на Барановичском комбинате хлебпродуктов близится к завершению. Тем не менее, задоры у хлеборобов хоть отбавляй. Первыми машиной с зерном встречают работники производственно-технической лаборатории. Начальник участка Наталья Каляткова в профессии уже 17 лет. Некоторые параметры может определить даже на глаз. Вот досочки у нас два вида пшеницы. Вот немножко белесая такая и вот стекловидная. В данной пшенице будет клейковина чуть меньше, потому что мучнистая. В этой пшенице будет клейковина намного больше, потому что она вот стекловидная, коричневенькая, вся такая красивая пшеничка. С помощью профессионального оборудования в лаборатории проверяют влажное содержание клейковины, натуральный вес, включение спрыньи. По оценке специалистов, зерно нового урожая хорошего качества. Наше зерно самое лучшее. Барановичский район – это район, естественно, сильный. Здесь сильное хозяйство, здесь сильные руководители. И руководители, с которыми приятно работать, потому что они слышат и слушают. Поэтому наш хлеб самый лучший, наша мука самая лучшая. С начала августа ежедневно на приемный пункт предприятия поступают более 2000 тонн зерна. Несмотря на большие объемы заготовки, очередей нет. В этом году график водителей скорректировали таким образом, чтобы машины не простаивали, а в закрома попало каждое зернышко. Госзаказ в этом году на предприятии выполнен уже на 80%. Из 33 тысяч тонн уже заготовили порядка 20 тысяч тонн пшеницы и свыше 8 тысяч тонн ржи. Основными поставщиками зерна в Барановичском районе в госзаказ являются такие хозяйства, как Крошин – более 5000 тонн, Агрокомбинат Мир – более 3000 тонн, Вольностоловичи. На сегодняшний день предприятие работает в круглосуточном режиме. Каждый день мы принимаем зерно свежего урожая от хозяйства, сушим его, доочищаем, доводим до стойкой их характеристик и закладываем в наше хранилище уже на длительное хранение. Госзаказ по РАПСУ предприятия Барановичского района уже выполнили на 100%. Продолжают поставлять пшеницу и ячмень. Все зерно пойдет на переработку, например, для муки, а также комбикорма. Поэтому очень скоро потребители смогут оценить вкус продукции из нового урожая.